Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи начали демонтировать фан-зону чемпионата мира по футболу. Вернули и прежнюю схему дорожного движения. Жители аварийного дома по улице Видовой переселят в новые квартиры. Об этом стало известно сегодня на планерке главы города. В Сочи активизировали борьбу с амброзией. Чтобы не допустить распространения опасного аллергена, растения необходимо уничтожить до начала цветения. В Сочинской городской библиотеке 55. Приверженцы печатного слова поздравили самое крупное книгохранилище курорта с юбилеем. Рабочий день губернатора Кубани сегодня проходит в Москве. В правительстве страны у Вениамина Кондратьева запланирован ряд встреч. В Минстрое России глава региона рассказал о реализации федерального проекта по созданию комфортной среды в районах Кубани. В прошлом году на благоустройство городов и станиц выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок больше 180 дворов и 42 общественные территории. В 2018 году на предоставление субсидий и отбор прошли уже 43 муниципалитета. К руководителю ведомства Вениамин Кондратьев обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования программы в крае. Со своей стороны Владимир Якушев поручил проработать этот вопрос. Также на совещании в Минстрое страны обсудили строительство очистных сооружений в Геленджике. По словам губернатора Кубани, поток туристов стремительно растет и изношенные сети просто не справляются с нагрузкой. На решение проблемы из федерального бюджета правительство России выделило порядка 2 миллиардов рублей. К строительству очистных сооружений планируют приступить уже в 2019 году. Без малого 6 тысяч кубанских призывников отправились в армию. Об итогах весеннего набора губернатору накануне доложил главный военком Краснодарского края. По словам Сергея Пуликовского, практически все молодые люди пройдут службу на территории Южного военного округа. Где служат в основном призывники Краснодарского края? В каких условиях они служат? Как с ними можно связаться? На данном этапе 80% призывников будут служить на территории Южного военного округа. Значит, только узкие специалисты, соответственно, кто заканчивает специальную доподготовку, они разъезжаются уже по территории всей Российской Федерации. Сейчас на сборном пункте каждому призывнику у нас выдается телефон с сим-картой, с которой он и бывает для службы вооруженных сил. Предоставляется определенное время, два часа в день, когда он может связаться со своими родственниками. Кроме этого, Вениамин Кондратьев обсудил допризывную подготовку. Кубанские парди считаются одними из самых лучших среди новобранцев. 84% ребят из региона попадают под категорию «годен к воинской службе». Работать нужно не только в момент призыва, а до того, потому что нам сегодня важно понимать, чтобы молодежь была готова к службе вооруженных сил, чтобы нас на самом деле была подготовлена. Для этого мы делаем все возможное. То есть спортивные секции, военно-патриотическая работа. Год от года мы наращиваем сегодня возможности у молодежи заниматься спортом. Это средство спортивных комплексов, спортивных секций. Их все больше появляется и в школах, и ДОСАВ планирует, и в дальнейшем по повышению образования, и в том числе воинским специальностям. Можем сегодня с гордостью говорить, что Кубань вносит достойный вклад в бароноспособность нашей страны. «Нам удалось, благодаря помощи вашей, сформировать определенный резервный фонд, я вам докладывал. Мы все своевременно выдали практику ребятам. И вот эти вот наши ребята, 690 человек, это водители, БТРщики и десантники, на своевременно были призваны весной». В армию в весенний призыв отправились и казаки. Это 378 человек. Планируется, что к концу года служить будут около тысячи молодых казаков. Также на Кубани есть и спорт-рота. Она базируется в Адлере. Отдавать долг родине туда отправятся те, у кого, как минимум, есть звание кандидата в мастера спорта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Стадион «Фишт» и тренировочные площадки в городах Краснодарского края будут и дальше служить на благо кубанского спорта. Об этом сегодня журналистам рассказал губернатор региона. Вениамин Кондразев отметил, что в регионе есть большой опыт использования олимпийского наследия. Спортивные объекты, построенные и реконструированные к Мундиалю, продолжат функционировать. Так, тренировочные площадки в Геленджике и Анапе еще на этапе строительства было решено передать воспитанникам детских спортивных школ. Уверен, сам факт того, что они занимаются там, где тренировались звезды мирового футбола, будет заряжать ребят на новые победы. Что касается стадиона «Фиш», то он сам по себе уже, конечно, стал легендой. Олимпийские игры, Кубок Конфедерации, Чемпионат мира. История современной России и Краснодарского края создавалась именно здесь. Сейчас идут переговоры о базировании на стадионе «Фиш» футбольной команды. Напомню, Сочинская арена приняла шесть матчей Мундиаля. Первоклассную организацию игр отметили российские, иностранные болельщики и представители «Фифа». В Сочи начали демонтировать фан-зону Чемпионата мира по футболу. Работы начались сразу после окончания фестиваля болельщиков. На смену футбольным фанатам на площадь у Южного Мола пришли рабочие и спецтехника. Бригады демонтируют конструкции и временные постройки. Гигантский экран также разбирают на небольшие фрагменты. Фан-зона радовала поклонников футбола практически каждый день Мундиаля. Здесь проходили концерты звезд эстрады и трансляции матчей Чемпионата мира. Всего было показано 40 игр из 64. Всего за время футбольного первенства фестиваль болельщиков в Сочи посетили более полумиллиона человек. Также с сегодняшнего дня центральные улицы, которые во время чемпионата были пешеходными, открыли для движения автомобилей. Проезд для машин был закрыт больше месяца. Сегодня город вернулся к привычной схеме организации дорожного движения в центре курорта. Общественная палата России зафиксировала жалобы на таксистов в Сочи. Туристы жаловались на завышенные цены во время Мундиаля. Во время Чемпионата мира по футболу в общественной палате работала горячая линия по защите прав туристов. Одной из самых распространенных проблем, о которой сообщали гости турнира, это порядка 50% от общего количества обращений, касались стоимости перевозок из аэропортов. Такие сигналы общественная палата получала из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода и Сочи. В некоторых случаях цены доходили до 12, а иногда и до 18 тысяч рублей за поездку из аэропорта в центр для иностранных гостей. Также в общественной палате отметили, что все-таки большинство звонивших на горячую линию туристов высказывали слова благодарности. И также по информации палаты, подавляющее большинство иностранных болельщиков, а это порядка 88% ранее опасавшихся ехать на Чемпионат мира по футболу, признались, что их стереотипы о России были развеяны в первые же дни пребывания в стране. Информация, размещенная в соцсетях о недостаточном количестве мест в вагонах для полицейских, убывающих из Сочи, не соответствует действительности. Такое сообщение сегодня распространило Краевое МВД. Вот такие фотографии появились в интернете. В соцсетях пользователи оставили под ними сотни осуждающих комментариев. Между тем, в Краевом МВД отметили, что вывод полицейских, которые обеспечивали безопасность в Сочи во время Чемпионата мира, осуществляется в соответствии с графиком автобусами и железнодорожным транспортом. Количество мест в воинском эшелоне соответствует количеству полицейских. Они размещались из расчета 6 человек в одном купе. В вагонах предусмотрено сидячее размещение, так как время в пути занимает не более 5 часов, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю. Семья из Оренбурга поблагодарила бойцов Краснодарского ОМОНа за спасение их сына. В адрес начальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю поступило благодарственное письмо. В нем супруги выразили признательность в адрес сотрудников ОМОНа за профессионализм при спасении их 17-летнего сына. Инцидент произошел 13 июля на одном из пляжей в Адлерском районе Сочи. Как выяснилось, молодой человек пошел купаться, его накрыло волной и он начал тонуть. Отец-подростка первым поспешил на помощь, но тоже начал захлебываться. Находясь на набережной, мы услышали со стороны берега женский крик о помощи. Незамедлительно направились туда, увидели, что на берегу стояла женщина, кричала, что кто-то в воде тонет. Оценив обстановку, мы увидели, что в воде находится парень молодой, его голова то появлялась, то исчезала под водой. Мы незамедлительно бросились в воду. Я и сотрудник один мой стали вытаскивать мальчика, потому что его волнами затягивало в расчелину, обрушився плит волнореза. А двое других сотрудников стали вытаскивать мужчину. Вытащив на берег потерпевших, бойцы ОМОН оказали им первую помощь и передали медработнику. Поблагодарить спасателей на месте семье толком не удалось, поэтому они решили направить официальную благодарность руководству Росгвардейцев. Ну а тем временем в Сочи продолжаются поиски утонувшего 19-летнего проводника поезда из Красноярска. 15 июля во время купания в море его накрыло волной. Спасатели не смогли сразу обнаружить его тело. Поиски продолжаются. К другим новостям. Жители аварийного дома по улице Видовой 33 переселят в новые квартиры. Об этом сегодня сообщил на планерном совещании глава города Анатолий Пахомов. Расскажет Елена Овсецина. Дом на Видовой в Хостинском районе признан аварийным и подлежащим сносу. Решением суда он должен быть расселен. Но федеральная программа по расселению граждан была завершена в 2012 году. Власти Сочи проводили активную политику по предоставлению жилья врачам и учителям. 240 квартир получил медицинский персонал, 156 – учительский корпус. Теперь же первые в очереди на новое жилье жильцы с Видовой 33. Продуман алгоритм переселения. По каждой семье, по каждой квартире должно быть понимание. По дорожной карте, что вот так, до 1 сентября мы передаем 40 квартир. Это собственникам передают. Дальше у нас есть Ленина, скажем, 286. Там у нас есть 50 квартир. Мы их передаем, не передаем. Вот как должно было быть. То есть я требую от вас конкретных действий по исполнению решения суда. На планерном совещании также встал вопрос о завершении избрания формы собственности в многоквартирных домах и об обязанности граждан по поддержанию санитарного порядка во дворах и территориях общего пользования. Для тех сочинцев, кто так и не выбрал форму управления домом, а таких домов 49, проведут открытый конкурс по отбору управляющей организации. Этим будет заниматься департамент городского хозяйства. Я не скажу, что это дома брошены или бесходные. Это новые дома, которые недавно были введены в эксплуатацию. Мы понимаем, почему это проблема. Потому что часть жильцов является иногородней, приобретают помещения и живут, и приезжают сюда только на несколько дней в период летнего сезона. Поэтому я понимаю, что это причина объективна, им сложно договориться. Но вместе с тем, тем более это сейчас, когда летний сезон и основная масса тех иногородних, которые приобретают, сегодня находятся в городе Сочи. Эту работу председателям ТСЖ или главным, кто по подъезду или по дому, если нет до сих пор ТСЖ, надо провести в кратчайшие сроки. Глава города поинтересовался и ходом ремонта в сочинских школах. Как правило, большую часть работ выполняют так называемые шефы. Анатолий Пахомов просит не затягивать со сроками и регулярно предоставлять ему фотоотчет. Слайды, сколько людей было, что делают, если дорожная карта по каждой школе. Особое внимание уделить 21 школе. Это те, которые там, ну побольше ремонт, которые выше 2 миллионов рублей. За каждой из этой школы мы там закрепили строителей, которые должны делать. Из 164 образовательных учреждений в 112 начат ремонт. 80 миллионов рублей бюджетных средств выделены на эти цели. А с учетом шефских, порядка 100 миллионов будет вложено в школьные и дошкольные учреждения, чтобы подготовить их к началу учебного года. От городских проблем перешли к проблемам курорта. Он должен и после чемпионата мира по футболу радовать гостей, в том числе пляжным отдыхом. Взятые накануне пробы морской воды, их было сделано 1600, соответствует всем нормам. Глава города просит своих подчиненных не расслабляться и дальше работать в напряженном рабочем режиме, поддерживая чистоту и благоустройство курорта. В Сочи активизировали борьбу с амброзией. Чтобы не допустить распространения опасного аллергена, растение необходимо уничтожить до начала цветения. На курорте сорняк цветет в последних числах июля, в начале августа. Помимо того, что амброзия в период цветения вызывает массовые заболевания, ренит и бронхит, и бронхиальную астму, этот сорняк сильно иссушает и обедняет почву, забирает питательные вещества из земли. У нее очень мощная корневая система, и она продолжает расти даже после скашивания. Поэтому самый эффективный способ борьбы с амброзией – вырвать с корнем, либо обработать химическими препаратами. Борьба с амброзией полонолистной в Сочи ведется ежегодно. Сорняк встречается не только на полях, но и в населенных пунктах, на обочинах дорог, стройплощадках, вдоль железных дорог и автотрасс. И важно, чтобы все ответственные за территорию провели работу по уничтожению сорняка. Городской департамент по охране окружающей среды разработал методички по борьбе с амброзией. В них указаны способы борьбы с сорняком и необходимые меры безопасности при работе, а также номера телефонов специализированных организаций, занимающихся уничтожением амброзии. Адреса магазинов, в которых можно приобрести препараты для обработки. Там же указана ответственность за бездействие собственников земельных участков, на которых произрастает амброзия. Так, по информации Краевого Росельхознадзора, 10 жителей Сочи уже привлечены к административной ответственности за амброзию. В городе прошли рейды по контролю за проведением мер борьбы с карантинным сорняком. В результате выявлены факты принятия недостаточных мер борьбы с амброзией 10 жителями курорта. В Центральной городской библиотеке 55. Сегодня Сочинская Либерия, как ее называют сами сотрудники, это главный общедоступный центр чтения на курорте и самое многочисленное книжное хранилище в Сочи с фондом более 230 тысяч печатных изданий. Поздравить библиотеку с днем рождения собрались преданные читатели и руководство города. Инга Габешия подробнее. Книга это то, что останется, когда все остальное забыто. Об этом то и дело посетителям библиотеки напоминают ее работники. Читатели знают, здесь главный библиотекарь, тот самый проводник в мир знаний, который всегда подскажет, в какой книге искать ответ на вопрос и где эта самая книга находится. Нужные читателям печатные издания с закрытыми глазами может найти Галина Викторовна Серебрякова. В Центральной городской библиотеке она работает 45 лет. И в свои 80 остается все тем же проводником, а еще собеседником и советчиком для каждого читателя. Что наша работа востребована, это несомненно. Мы это ощущаем, интересно работать, если ты нужен. А мы ощущаем, что мы нужны. Нужны наши книги, в какой бы форме они ни были. В форме книг прекрасных, какие сейчас выходят. Или в форме флешек, в форме дисков. Но люди эти книги читают. А библиотеки и библиотекари улучшают жизнь на земле. Улучшают. Потому что они делают жизнь лучше тем, что они дают знания, дают прекрасные. Коллекции книг Центральной библиотеки Сочи могут позавидовать и некоторые московские библиотеки. 230 тысяч печатных изданий всегда в полном распоряжении горожан. Но работать здесь можно не только с печатными изданиями. Сегодня Центральная библиотека – это и современный информационный центр, оснащенный компьютерами с доступом в интернет, с электронным каталогом. Век цифровых технологий никто не отменял. И в библиотеках идут в ногу со временем. В том числе за счет этого, говорят библиотекари, количество молодых читателей становится все больше. Увлекаясь здесь электронным чтением, молодежь порой переходит и к традиционной книге. Библиотеки сегодня, несмотря на развитие информационных технологий, остаются местом притяжения всей нашей интеллектуальной публики. И детей в том числе. Это место, где, соответственно, работают профессиональные сотрудники, которые в эпоху очень мощных, турбулентных процессов информационных технологий могут точно направить любого читателя в правильное русло, подсказать. И, безусловно, тема библиотек, она остается и сегодня очень важной. 55 – это возраст расцвета. Поэтому центральная городская либерия полна планов и настроена, как и прежде, быть полезной городу и своим читателям, без которых книга мертва, говорят библиотекари. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи почтили память Романовых. В 100-летнюю годовщину расстрела царской семьи по всей стране прошли памятные акции. 100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятерых детей, четверо слуг. Во всех храмах Русской Православной Церкви состоялись богослужения. В 2000 году царская семья была причислена к лику святых за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну. В день, когда оборвалась жизнь императора Николая II и его семьи, 17 июля в 10.30 по московскому времени, траурные мероприятия одновременно прошли у нескольких десятков памятников императору Николаю II и царской семье, расположенных на территории России и за ее пределами. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.